Царю Небесный Дорогие мои братья и сестры, сердечно всех вас приветствую и славами Священного Писания. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Наша сегодняшняя встреча о Господе вновь начинается скорбным известием. Все вы знаете о той страшной трагедии, которая вчера и сегодня продолжается, вчера началась, сегодня продолжается в городе Киеве, о том, что 26 человек убито с одной стороны и с другой стороны. Это весьма печально. Начинают повторяться события с другими, других исторических условиях, с другими людьми. События столетней давности. Вспомните, что было в 1914 году. Первая мировая война. Российская империя готовилась в кавычках. Готовили великую страну к страшной революции, к гражданской войне. Не дай Бог, чтобы у нас все это повторилось. Но пока ситуация крайне сложная. Дорогие мои, есть мое благословение в храмах Божьих совершать молитву об упокоении убиенных сейчас в городе Киеве. Я предлагаю сегодняшнее наше собрание вновь начать с молитвы об упокоении убиенных на Грушевском, на Майдане. С какой бы это стороны ни были люди, давайте совершим молитву об упокоении их бессмертных душ. В облаженном успении вечный покой подашь, Господи, Всем убиенным в одни смуты сия в граде Киеве И сотворим вечную память. Вечная память Царство небесное всем убиенным. И еще два слова я хотел бы обратить к вам, не это по телевизору не показывать. Дорогие мои, ситуация может быть непредсказуема, да. Все идет в гражданской войне. Я своим близким людям говорю и вам об этом говорю. По телевидению это говорить нельзя, потому что скажут, что я панику. Значит, здесь созидаю, навожу. Но я советовал бы всем купить соль, купить продукты, консервы, которые долго хранятся. Кто имеет возможность, приобретите буржуйки. Потому что если отключат свет, отключат воду, отключат тепло, вы представьте себе, что будет. Мы не привыкли жить в других условиях. Мы не привыкли жить без света, без центрального отопления. Соль, мука. Если это будет хотя бы, то выжить можно в этой ситуации. К великому сожалению, и опять же это не для прессы сказано, вы, я думаю, прекрасно понимаете, кто стоит за теми людьми, кто стоит сегодня на Майдане. Мы видим, с одной стороны, нарушение со стороны властей, и люди выходят со справедливыми, со справедливой критикой власти. Действительно справедливой. Но когда вот этой справедливой критикой, иногда мирным стоянием начинают пользоваться антигосударственные силы, которые изнутри разрушают государство, то это в этом большая беда. И вы знаете, какие силы стоят за этим. Как проходят люди возле кафедрального собора, останавливаются. Некоторые из вас были свидетелями неоднократно, когда кричали «Гэть московского попа!» «Евлогия на Гелляку!» И вот эти люди хотят сегодня захватить власть, государственный переворот совершить. Сегодняшняя власть, это знаете, из всех зол избирается зло меньше. Лучших просто нету. Лучших нету, поэтому вот это и власть такая. А не дай бог придут те, кто сегодня героем Украины ставят Мазепу или Бандеру. Вы представьте себе, что это будет. Это «Пока!» «Гэть московского попа!» Это «Меня» значит. А дальше что будет? Эти люди начнут вешать, расстреливать, громить. Вот только что по НТВ показали новость, как ранен Беркутовец. И захватили его те, находящиеся на Майдане. Один говорит, давайте вызовем скорую. Это же живой человек, ранен. Никаких скорых. Это Беркутовец. Это наш пленный. Умрет так? У нас пусть умирает. Вы представьте себе, какая жестокость. Молиться будем только. Наше дело молиться. Чтоб Господь вразумил всех. Вразумил и власть, которая идет на уступки. И оппозицию, которая никаких уступок не принимает. Акателли Молотова использует силу, использует оружие, использует смерть и несет смерть Украине. Будем молиться о том, чтобы Господь даровал нам мир. Нужна наша молитва усердная и усиленная. Что бы с нами ни случилось, я в прошлый раз говорю, еще раз повторюсь. Мы не должны с вами впадать в какое-то уныние, в какую-то депрессию. Потому что если Христос с нами, то мы все с вами сможем перенести. И гонение, и гонение на православную веру, которая может начаться, если придут к власти те, кто уже был. Они с новой силой могут прийти, захватывать храмы, убивать священнослужителей. Они на все способны. Но что бы с нами ни случилось, как апостол Павел говорит, никто и ничто не разлучит нас от любви Божией. С нами Христос, и мы во Христе добудем пребывать с вами, прежде всего, постигая глаголы жизни вечной, изучая Святое Евангелие. Мои дорогие, сегодня мы должны рассмотреть с вами пять евангельских событий. То есть я наметил, а по ходу дело будет видно, будем ли пятое изучать. Если вы устанете, значит только четыре. Я вас прошу перед пятым событием, потому что это целая глава. Первое событие – это исцеление кровоточивой дочери Иаира и воскрешение... исцеление кровоточивой и воскрешение дочери Иаира. Это событие находится и описывается тремя евангелистами. Матфеем в девятой главе, Марком в пятой и Лукой в восьмой главе. Наиболее подробно говорит евангелист Марк. Матфей кратко говорит. А раз Марк говорит наиболее подробно, прошу вас, кто имеет с собой Евангелие. Новый Завет. Открыть Евангелие от Марка, пятую главу. Так, мы с вами смотрим с 21 по 43 стихи. Вот это событие Марк описывает после события исцеления гадаринских бесноватых. Помните, да, когда в стадо свиней вошли бесы, и стадо бросилось с крутизны в море. И вот Марк описывает следующее событие. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. Вы помните, гадаринские бесноватые. Господь переплыл это гадаринское озеро, укротил буры на море, вот на этом озере, которое евреи именуют морем. И дальше, побыв там некоторое время, проповедуя там, как говорит 20 стих, 21 стих говорит, что Иисус опять переправился в лодке на другой берег, то есть обратно вернулся. И собралось к нему множество народа. Он был у моря, то есть у этого озера Галилейского. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. «И увидев его, падает к ногам его, и усильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. И так множество народа было там. И Господь исполняет просьбы одного человека. Может быть, там были и другие просьбы, просьбы других людей. Об этом Евангелие ничего не говорит. Но раз было множество народа, то у каждого, наверное, были какие-то свои просьбы ко Христу. Христос в данном случае слышит только лишь просьбу начальника синагоги Иаира. Что такое синагога, объяснять не будем. Я уже несколько раз говорил об этом. Итак, Господь идет в дом Иаира, начальника синагоги. И вот по пути следования совершается еще одно действие Божественной силы Христовой. И Иисус пошел с ним, то есть с Иаиром. За ним следовало множество народа и теснили его. Вот то большое количество людей следует за Господом. И сказано настолько было великим это множество людей, что они теснят Христа Спасителя. Он не свободен даже в своих движениях. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. «Услышав оба Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то тотчас выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Итак, когда Господь идет, народ теснит Его. Женщина, которая страдает тяжелым недугом, сказано, что она истощила все состояние свое на врачей. Она стимулировала труд врачей финансами, и все бесполезно. Ничто не помогало, болезнь усиливалась. И вот эта женщина в этих страданиях говорила, кому говорила, сама себе сказала, в душейство сказала, «Если я подойду хотя бы к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Какая глубокая вера в этой страдающей женщине. И она подходит и прикасается к краю одежды Спасителя. И сказано, «И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезней». То есть здесь явное чудо. Непостепенное выздоровление шло, она сразу же ощутила, болезнь прекратилась, полное восстановление организма. Явное действие благодати божественной, силы Христовой. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя и говорит, что прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Итак, Господь действует вот так вот, педагогически-пастырски. Он прекрасно знает, кто к нему прикоснулся. Ведь Бог всеведущий, всезнающий. И в то же время Господь останавливается, представьте себе, останавливается то множество людей, которое было вокруг, которые теснили Его. И вдруг Господь спрашивает, «Кто прикоснулся ко мне?» И ученики недоумевают по-человечески, «Господи, ну посмотри, сотни людей вокруг тебя, ты окружен людьми, люди теснят тебя. Как ты можешь задать вопрос, кто прикоснулся ко мне?» Очень сложно выявить, кто прикоснулся, ибо сотни прикоснувшихся. Господь говорит, «Я почувствовал силу, которая вышла из меня». Вот эти слова, «сила, которая вышла из Спасителя», это человеческие слова, которые произнес Господь, и которые зафиксировал впоследствии евангелист Марк. Это речь идет о том, что в ответ на веру этой кровоточивой женщины Господь подает ей свою благодать. А благодать – это не что иное, как сила божественная. Сила Бога, энергия божественная именуется благодатью божественной. «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Недоуменный якобы вопрос ты задаешь, Господи. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Скорее всего, наступила какая-то минута тишины, какая-то минута тишины, и Христос рассматривает этих людей. И эта женщина почувствовала себе взгляд Господа, ведь вот эта болезнь была с одной стороны еще и нечистотой женской. И потому она не могла прикоснуться и считала, что она потерпит сейчас обличение и осуждение от Господа, но прикоснулась она с глубокой верой. И мы видим, Господь не осудил ее. Вот почему сказано в 33 стихе, «Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло». С одной стороны, страх и трепет за то, за нечистоту свою телесную. Нечистота в смысле не греховность, а скверна. Как из тела нашего очень часто появляется та или иная скверна, связанная с нашим телесным составом. С одной стороны, этот страх и трепет, а с другой стороны, страх и трепет от того, что она ощутила свое здоровье, исцеленный. Подошла, пала пред Ним, то есть пала пред Ним на колени и сказала Ему всю истину. И вот Христос не осуждает ее. Он же сказал ей, «Черь, то есть дочь, дочь моя, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. То, что с тобой произошло, да, это сила от меня изошла. Это действие Бога. И в то же время вера твоя спасла тебя. Это действие Бога в ответ на веру человека. Спасение человека, возможно, много раз об этом говорил, говорю и буду говорить, только при взаимодействии человека с Богом. Если человеческое сердце открыто через веру живую, тогда и Бог входит в союз с человеком, в завет с этим человеком и спасает его, совершает его спасение. Без этого Бог сам ничего не может произвести над человеком. Иначе это было бы насилием. Вера твоя спасла тебя. Иди в мире. То есть не смущайся ничем. И будь здорова от болезни твоей. Она уже выздоровела. И Господь подтвердил это чудо. Будь здорова от болезни твоей. И так вот, что случилось по пути, когда Христос шел к дому начальника синагоги Иаира. Когда он еще говорил сие, то есть обращался к этой женщине, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Эти слова слышит и начальник синагоги. о смерти своей дочери от раковицы 12-летней. И может где-то в глубине души первая мысль его была о том, что почему же Иисус задержался сейчас здесь, с этой женщиной, когда моя единственная дочь вот так вот страдает. И говорят начальнику синагоги, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. Ты сам видел сейчас чудо. Вот женщина, страдающая кровотечением, находящаяся в болезни, в ответ на веру свою получила такую силу. Ты же увидишь больше, но ты только не бойся, а только веруй. Вот как эти слова важны и в сегодняшней ситуации в нашем государстве. Пусть никто не унывает и никто не боится, если со Христом мы. Не будем бояться, а будем веровать и усердно молиться Господу. Не бойся, говорит Спаситель, только веруй. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Иоанна. Итак, Господь останавливает все это множество людей, всех учеников своих, всех сопровождающих. Из всего этого множества, из всех учеников, берет только троих. Петра, Якова и Иоанна. Евангелист Марк подчеркивает, что Иоанн является братом Якова. Только троих берет. Так же, как мы видим на этой иконе, на горе Преображения, только три ученика были. Петр, Яков и Иоанн. И здесь свидетелями чуда были три человека. Остальным Господь благословляет остаться на том месте. Или разогтись по домам, мы уже не знаем. Евангелие ничего не сообщает. Речь идет только о том, что только троих Христос берет, но, естественно, и самого Иаира, отца умершей девочки. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятений, плачущих и вопиющих громко. В традиции восточных народов, в традиции иудеев, было громкое оплакивание покойников. Причем, чем человек богаче был, тем больше и сильнее были эти вопли. И иногда евреи приходили к таким ситуациям, когда специально нанимали плакальщиц за деньги. Была такая профессия у женщин, которые имеют громкие голоса и которые умеют артистично плакать. Им платили деньги, и они приходили на похороны богатых людей, и вот они громко плакали. И через этот громкий плач артистически они вызывали скорбь и плач у других, у других находящихся там людей. И вот эта ситуация описывает Евангелие. Приходят в дом начальника синагоги, видят смятения и плачущих, и вопиющих громко. Вот нашей традиции не принято громко разговаривать при покойнике, правильно же, да? А видите, на востоке там наоборот. Они кричат, рвут на себе волосы, одежду. В большинстве случаев вот эти ситуации, они были, так сказать, ну проплаченными, если прямо сказать, прямо все это выразить. Начальник синагоги человек небедный, уважаемый в этом селении. И вот Евангелист говорит, что увидели свидетели, те, кто был спасителем, Петр, Яков и Иоанн, вот это то, что происходило в этом доме, что подтверждало как раз смерть. Смерть девочки. И войдя, Иисус говорит им, что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Смеялись над словами Христа. Тут они вопияли и плакали, а тут же начали смеяться, когда Христос сказал, что она не умерла, но спит. Здесь Христос говорит о смерти не как о фатальной неизбежности и о прекращении бытия человека, а о том, что смерть посредством посредством смерти Христовой в будущем становится как бы сном. Это образ сна. Спит. Кстати, праздник, когда приставилась Божья Матерь, называется Успение. Уснула. То есть, смерть теперь подобна успению. Почему успение? Это образ. Образно. Да потому, что все те, кто уснули вот таким, вот через эту смерть, они все восстанут. Подобно человеку, который вечером испытывает усталость ложиться спать, а утром встает. Вот так и все умершие как бы усыпают, но придет время, когда они восстанут, причем в лучшем теле. Одни для жизни вечной, другие, по слову Священного Писания, для вечного поругания. И смеялись над ним. Ведь могли бы они в такой ситуации скорби истолковать эти слова, зная из Ветхого Завета, что произойдет воскресение мертвых. Вспомните, когда перед своими страданиями, перед входом в Иерусалим, Господь приходит к Марфии и Марии, сестрам умершего и уже погребенного четверодневного Лазаря. Уже камень привален к пещере. И тоже говорит, не бойтесь, но веруйте. Я воскрешу его. Он воскреснет, брат твой. И одна из них понимает это так, как знает Священное Писание. Говорит, да, Господь, я знаю. В последний день он воскреснет, как воскреснут все. Ведь и эти, находившиеся в доме Иаира, могли так же подумать. Ведь не смеялась же над Спасителем ни Марфа, ни Мария, когда Господь сказал, воскреснет брат твой. Да, воскреснет. В последний день. И Господь воскресил не в последний день, а через несколько минут воскресил Лазаря. А здесь смеялись над ним. Но он выслал всех. Господь не хотел, чтобы сверителями чуда были те, кто смеется над святыней. Кто, зная свою веру, ведь всех, все иудеи, их с детства, с младых ногтей, учили Пятикнижию и Моисею и Уторе. Они знали пророков. И они знали истину о воскресении мертвых. Но вот те, кто знал эту истину и не следовал ей в жизни, Господь не хочет, чтобы они были свидетелями этого чуда. И он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним. То есть пять человек являются свидетелями. Родители и трое учеников, которых Христос взял. И входит туда, где девица лежала. Не хочет Господь являть свое чудо тем, кто и чудо не примет. Ведь перетолкуют это чудо. Будет какая-то интерпретация этого чуда совершенно в каком-то таком дурном стиле и дурном смысле. И входит туда, где девица лежала. И взяв девицу за руку, говорит ей «талифа куми». Это как раз арамейские слова, которые вписали и в древнегреческий текст, и вошли в славянский текст, и в русский текст. Вот некоторые еврейские слова, правильнее говорить, арамейские, они вошли в само священное писание, в сам евангельский текст. И тут же перевод «талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. То есть это юная траковица. Тот сейчас встал, а ведь она болела до этого, до смерти. То есть опять же, не постепенно выздоровление происходит, а Господь сразу являет здесь это чудо. Господь воскрешает ее, и болезни уже никакой нет. И начала ходить. Видевшие, пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Удивительный момент тоже. Вот Господь воскресил такое чудо. А почему же он не сделал так, чтобы она не хотела есть? А Господь этим самым указывает на то, что свойственно человеческому организму, и что мы должны делать для своего организма, мы не должны требовать этого от Бога. Господь воскресил, человек это не мог сделать. Но человек может накормить эту девочку. И Господь сразу же заботится о ней. И сказал, чтобы дали ей есть. Вот такие два события описывает евангелист Марк. Мы рассмотрели его как одно событие, потому что оно произошло в один временной промежуток. Дальше мы с вами, дорогие мои, рассмотрим следующее событие в Евангелии от Матфея. О нем говорится только в Евангелии от Матфея. Других евангелистов нет параллельных мест. Исцеление двух слепцов и бесноватого немого. Девятая глава Матфея. С 27 по 34 стихи. Если вы посмотрите на 25 и 26 стихи, то вы увидите, что речь как раз у Матфея о том, что мы сейчас рассматривали с вами. О воскрешении этой девицы. Причем мы говорили, Матфей очень кратко говорит, так как Марк подробнее. Смотрите, Матфей заканчивает. Девица встала. Он, войдя, взял ее за руку. Девица встала. Матфея разнесся слуха всем по всей земле той. А у Марка сказано, что Христос говорит о том, чтобы никому не говорили. И повелел дать ей есть. Вот такие подробности, которых у Матфея нет. Но следующее событие, которое есть только у Матфея, оно следует как раз за исцелением вот этой женщины кровоточиво и воскрешением дочери начальника синагоги Иоира. Когда Иисус шел оттуда, то есть из дома начальника синагоги, за ним следовало двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И так Христос идет оттуда. И за ним по дороге идут вот эти двое слепых и кричат, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Христос не остановился. Он продолжал идти. Сколько они прошли метров, километров, мы не знаем. Но весь этот путь, пока Христос шел к какому-то другому дому, может быть, в другом селении, в другом городе, за ним следуют эти двое слепцов. И Господь как бы не обращает на них внимания. Они идут и кричат, «Иисус, сын Давидов, помилуй нас!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и в дом они вошли. Вот такая вера дерзновенная у них. И говорит имя Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи!» То есть, да, мы веруем. Вот это, скорее всего, было испытанием их веры и утверждением ее. Ведь иногда мы тоже обращаемся к Богу, и Господь как бы, как бы не слышит наши молитвы. В некоторых случаях закаляя нашу веру, испытывая нашу веру, помогая нам утвердиться в этой вере. Ведь весь этот путь этих двух слепых за Иисусом, скорее всего, им сказали, что вот это тот, о котором говорит весь Израиль, это Иисус из Назарета. И они следуют за Ним. Они слышат Его шаги и идут за Ним, зная, что Он может их исцелить. И вот это был их путь не только для исцеления, за исцелением, но и путь утверждения веры. И Господь спрашивает их вере. И они Ему говорят, да, есть в нас эта вера. Тогда Он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал. А они выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. по вере вашей да будет вам. То есть, какая глубина твоей веры, таков и ответ Бога на эту веру. Вот я приводил как-то к вам пример, когда апокалипсис говорит, Христос стоит у дверей нашего сердца и стучит. Кто-то щелочку отворил, а кто-то полностью, Настя же дверь отворил. И там Бог действует, и там Бог действует, но степень взаимодействия Бога с человеком различная. И зависит всегда от человека, насколько человек готов принять благодать божественную, принять Бога в свою жизнь. По вере вашей случается с нами, как мы веруем. В городе Одессе в Кафедральном соборе есть мощи праведного Ионы. Это протеерей, он жил в начале 20 века, умер в 1924 году. Его в Одессе очень почитают. На Слободском кладбище он был погребен. Я вспоминаю, как люди приходили на его могилу накануне дня его смерти с вечера. И всю ночь великое множество людей у его могилы молилось. Там группа Акафис какой-то читает, там молятся, там кто-то спит, там просто люди беседуют. Вы знаете, на его могиле вот такая Пасха была, у него день памяти 30 мая, то есть ночь с 29 на 30. Это люди, родители которых знали отца Иону Атаманского. Когда приезжали к отцу Иоанну Кронштадтскому жителе юга Российской империи, он говорил им, почему вы ко мне едете, у вас есть свой, отец Иоанн Кронштадтский, это отец Иоанна Атаманский. И вот отец Иоанна служил в храме Никольском, этот храм не сохранился, храм находился у подножия Потемкинской лестницы в Одессе. Кто из вас смотрел фильм, еще черно-белые, без звука, броненосец Потемкин, когда женщина бежит по этой лестнице, в нее стреляют, и коляска с ребенком по этой лестнице катится вниз, и вот внизу этой лестнице запечатлен был храм. Вот этот храм тогда еще не был разрушен. Вот в этом храме служил отец Иоанна Атаманский. И действительно, он силой Божией совершил многие чудеса. И вот однажды к нему пришла одна женщина. Женщина не старая и просит его помолиться об исцелении. У нее тяжелая болезнь была, я сейчас не помню какая. И отец Иоанн спрашивает, а ты веришь, что Господь по нашей обществовой молитве может подать тебе исцеление? И она ему говорит, да, батюшка, я верю. и говорит, вот, болезнь была у нее, болезнь ног, она ходить не могла. И отец Иоанна говорит, и вот встань, пойди во дворе храма, а на телеге находится парализованный человек, мужчина. Ты спроси его, вот вы приехали к отцу Иоанне, а вы верите, что вы будете исцелены? И вот эта женщина встала и пошла. И она сама не заметила, она же несколько лет не ходила. И вот болезнь ног сразу же была исцелена по ее вере. И она подходит, зная, что у нее есть послушание от отца Иоанны, подходит к этому человеку и спрашивает, а вы верите, что вы можете быть исцелены? И он сказал, да я в жены вращенную верю. И приходит к отцу Иоанне и говорит, что тот человек так вот сказал. Отец Иоанна говорит, пойди ему скажи, что с тобой будет по твоей вере. Вот так вот. И здесь Господь говорит, по вере вашей да будет вам. И исцелены были они. Еще один интересный момент. И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал, а они выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Почему Господь так сказал? Причем строго сказал, смотрите, чтобы никто не узнал. святые отцы говорят, что здесь Христос подает нам пример смирения и учит нас избегать с вами тщеславия, как одной из опасных проявлений гордыньки ведущей гибели. А с другой стороны, Христос не хотел, чтобы вот этот слух о нем, как о чудотворце, распространялся вокруг, чтобы евреи, которые о мессии имеют превратное понятие и мысли того, как земного царя, освободителя их от иго римлян, не стали бы его искать с той целью, чтобы совершить революцию в Иудее, свергнуть Ирода, власть римского кесаря и поставить Иисуса во главе этого народа. Тем более, такая попытка была, Евангелие об этом говорит. Христос знает о том, что вот такое превратное понимание и цель у некоторых есть. И Христос также понимает, что чудеса не приведут их к Богу. Ведь если бы чудеса были средством приведения к Богу, то на Господь бы сказал, наоборот бы им сказал, идите и возвещайте везде, что я сотворил вам это чудо, и вы получили исцеление. Но нет, Господь не действует таким образом. Но слепцы бывшие, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Разгласили, мы так думаем, не потому, что вот они хотели вступить в противоречие со словами Спасителя, но, наверное, той радости, которая их переполняла, они стали возглашать об этом везде. Следующее событие, третье, сегодняшнее, мы рассматриваем, вторичное посещение Назарета. Описывается это событие у евангелиста Матфея в 13-й главе и у евангелиста Марка в 6-й главе. Наиболее подробнее у Матфея в 13-й главе, откроем 13-ю главу, с 53-го по 58-й стихи. Если вы посмотрите на предыдущие главы, предыдущие стихи 51-й, 52-й, это то, что мы с вами рассматривали в прошлый раз, вернее, в позапрошлый раз, это притчи Спасителя. И вот последняя притча, и вот с 53-го стиха. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и придя в Отечество свое, Отечество был Назарет, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Господь идет в Назарет и в синагоге в субботний день, когда евреи собираются для молитвы и чтения торы и научения. Господь учит там, причем учит их много, и учил их, и они изумлялись, его соплеменники, жители одного города, которые знали его и говорили между собой, откуда у него премудрость и силы? Все знают о том, что он не окончил никаких раввинистических школ, и вдруг такая степень образованности, знания Священного Писания, откуда у него такая премудрость и силы? славянское слово сила означает некое всемогущество, то есть они слышали о чудесах, которые являл он, откуда у него премудрость и вот этот дар чудотворения, силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Осий и Симон и Иуда и сестры его не всели между нами? Откуда же у него все это? То есть мы его знаем отца плотника Иосифа и мать знаем Марию, братья и сестер знаем его. Есть ли необходимость говорить о братьях и сестрах Иисуса? Мы говорили с вами правда правильно, неоднократно говорили, что это не родные братья Иисуса, не единоутробные братья, это братья его дети Иосифа от первого брака. То есть названные братья и сестры Иисуса. И соблазнялись о нем жители Назарета. И Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. Те, кто владеет еврейским языком, кто знает стиль и жизнь древне еврейской общины, говорят о том, что вот эти слова это поговорка еврейская. Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И вот Христос известную эту поговорку повторяет вслух жителей этого города. И тем самым говорит о том, что с одной стороны, да, они его знают, по нашим улицам он ходил, а с другой стороны, мы не можем понять, откуда у него дар чудотворений и откуда у него такая премудрость. И не совершил там многих чудес по неверию их. И не совершил по их неверию. Ведь иногда в нашем сознании что? Вот Господь уверил бы, совершил бы сейчас чудо какое-то такое, знаете, зрелище нужно. Какое-то зрелище сейчас бы явилось, громи, молнии, ангелы с неба бы в каком-то виде облики человеческом явились. И все эти люди испугались бы, уверовали в Господа. Впоследствии была бы другая реакция на все эти чудеса Спасителя. Эти чудеса не привели бы этих людей к вере. И не совершил там Христос чудес. Это Антихрист будет совершать чудеса, ложные чудеса. И весь мир пойдет за ним. Потому что чего ищут люди в особенности в наше время? Чудес. Нужны чудесные исцеления от всех болезней сразу же. Почему верят различным там провидицам, экстрасенсам? Открываешь любую нашу газету, хоть центральную, хоть местную, районную, сельскую какую-то, везде провидица София, Анна, Марья, Марфа совершит над вами великое-великое чудо. Да, внизу стоимость определенная за это чудо. И к великому сожалению находятся люди, которые верят вот в это чудо, в чудесное исцеление. И вот Антихрист будет прельщать людей этими чудесами, говоря, что он и есть Христос, что он и есть Мессия. Христос не шел на этот путь, с самого начала не шел. Помните искушение Христа в пустыне, когда было искушение чудом, сотвори чудо, пусть камни сии и соделывается хлебами. Бросься с высоты вниз. Господь отверг этот путь. Отверг этот путь. И здесь этот путь отвержен был. И не сотворил там многих чудес по неверию их. Четвертое событие это путешествие Христа по Галилее с проповедью. Оно содержится, описывается у трех евангелистов. Мы рассмотрим у Матфея, так как наиболее подробнее говорит Матфей. Девятую главу давайте откроем Матфея. С 35 по 38 стихи. Ой, я прошу прощения, дорогие мои. Мы говорили об исцелении двух слепых. Тут же продолжение «Господь исцелил еще немого бесноватого». Мы должны вернуться к этому. Нам нужно было с 27 по 34 стих. Ну, вот, я упустил. Мы возвращаемся к событию, когда Христос исцелил двух слепых. Помните, да? «Помилуй нас, Иисус, Сын Давида, веруете ли, что Я могу это сделать, и по вере вашей да будет вам». И вот 32 стих. «Когда же те выходили, то есть бывшие слепые выходили из дома, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили, он изгоняет бесов силу князя бесовского. Это мы уже слышали, да, по князю бесовскому. Иудеи повторяют, упорно повторяют это, хотя Христос обличал их и доказывал им, с точки зрения их логики доказывал им, что не силою князя бесовского. Продолжают они народ навущать. Итак, когда вышли два слепых, привели к нему человека немого, бесноватого. То есть беснование этого человека отражалось как бы в естественной болезни. То есть сама немота не была естественной болезнью. Человек может быть глухим, немым, слепым не вследствие беснования, а вследствие болезни. Но иногда бес, который находится в человеке, являет свою силу бесовскую, используя имитацию болезни. И вот в данном случае немота была как раз в этом случае следствием одержимости этого человека. Почему когда бес был изгнан, немой стал говорить? И о том, что действительно это был бесноватый, не он сам входит, но привели бесноватого. А привели значит не меньше двух человек, а может быть и больше. то есть сам он не шел к спасителю. Может быть из-за той силы, которая противодействовала ему идти к Господу, силы бесовской. И так немой стал говорить. Вот исцеление немого бесноватого. И дальше с 35 стиха речь идет о том, что Христос путешествует по Галилее с проповедью. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие о Царстве, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Христос ходит по городам и селениям Галилейской области, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, в ответ опять же на веру их. И вот Господь видит это множество людей, Евангелие говорит, толпы народа. Господь жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Вот этот образ опять Евангелие использует, как овцы, не имеющие пастыря. Этот образ был понятен евреям, потому что древние евреи это в основном пастухи, торговцы и пастухи. И вообще Иудеи это пастушеская страна. И вот можно представить, и для тех людей, которым обращался Христос, этот образ был весьма понятен. Вот представьте себе стадо овец, а пастыря пастуха нету. во время зноя солнечного они страдают и мучаются от зноя, во время холода они страдают от холода, они не защищены от зверей, которые нападают на этих овец. И вот подобно этому и этот народ иудейский, к которому Христос обращается со словом благовестия, Христос сравнивает с этим стадом овец, которые не имеют пастыря. Ведь те, кто наименовал себя пастырями, это священники ветхозаветные, это раввины ветхозаветные, иудейские, они как раз превратно учили, исказив слово Божие, данное им. Потому что народ и ходит и слушает слово Христа Спасителя. И Христос сжалился над ними. Это проявление его божественной любви к народу Божию. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Опять этот образ. Вот она, жатва, весь народ. Но делателей мало. Некому идти учить. Те, кто нанялся в делателей, извратили слово Божие. Они как раз и распнут Господи на жатвы. Христос говорит, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою, чтобы дал новых делателей, то есть апостолов, учителей, священников, новозаветных уже, христианских священников, которые достойно и правильно совершали бы свое делание учили бы народ Божий. Жатвы много, а делателей мало. И мы сегодня можем сказать и о нашем народе, что делателей, истинных делателей мало. Сегодня многие наши современники воспринимают превратное учение, подобное этому иудейскому народу, который превратно воспринимал от ветхозаветных старейшин своих Слово Божие. Это различные так называемые иные конфессии, секты, когда люди уходят и воспринимают их руководителей как тех, кого послал господин жатвы. потому нужно молиться, чтобы господин жатвы дал добрых делателей, чтобы и среди наших священников были добрые делатели, не ремесленники, пришедшие в священство не ради Иисуса, а ради хлеба куса, а именно пастыри добрые, полагающие душу свою за овец своих. И мы с вами должны молить господина жатвы, чтобы и епископы наши, и священники наши были достойными делателями на Ниве Господней, чтобы никто из них не оказался Иуда и предателем, чтобы из них никто не оказался тем, кто пастырское служение заменяет поповским ремеслом. Будем молиться и о христианских пастырях, чтобы они действительно были пастырями, добрыми делателями на жатве Господней. Пятое событие, дорогие мои, я вижу, что вы уже устали. Дело в том, что пятое событие, это целая глава. Десятая, я думаю, мы отложим ее до следующего раза, потому что это будет большой объем информации, и десятая глава тоже очень важная. четвертая не закончилась. Что не закончилась? Четвертая не закончилась. Что четвертая? Девятая глава не закончилась. Ну почему? Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателя на жатву свою. Все, конец главы. С 35 по 38 стихи. Дальше идет десятая глава. Мы, даст Бог, рассмотрим это в следующий раз. Дорогие мои, какие вопросы есть, пожалуйста, задайте. Я хотел бы сообщить вам о том, что в пределы сумской епархии будут привезены страстные святыни. Разговор и вообще переговоры о том, чтобы эти святыни были привезены в сумскую епархию, мной были введены в течение нескольких лет. Сложно было вести переговоры, не очень хотели к нам вести, но вроде бы достигнута договоренность, дай Бог, чтобы это осуществилось, чтобы где-то бесенок не перебежал дорогу, чтобы это все получилось. Эти святыни прибудут на второй седмице, Великого Поста, и сначала они посетят районные центры, а затем 5 апреля, если даст Бог, и до вербного воскресения будут в Троицком соборе находиться, а с вербного воскресения с вечера всю Страстную Седмицу, если Бог даст, у нас в Кафедральном соборе. Значит, что это за святыня? Это один из 64 шипов истерного венца Спасителя. Значит, эта святыня находилась в одном из римских монастырей католических, римских аббатств, хранилась в хрустальном футляре с актом, который был подтвержден папской печатью, о том, что это подлинная святыня. В конце XX века в монастыре не осталось ни одного монаха, но была особая благочестивая католическая итальянская семья, которая практически содержала монастырь. И вот, когда монахов не осталось никого в этом монастыре, аббатство было закрыто, они взяли этот ковчег и передали в резницу Ильинского монастыря в Одессе. Ильинский монастырь – это бывшее Ильинское афонское подворье. И там же часть Животворящего Креста Господня вместе с Шипом. И также к нам прибудут частица гвоздя, которым был распят Господь Иисус Христос. Сам гвоздь, один из гвоздей, находится в Храме Христа Спасителя в Москве. А вот у нас только частица. Причем эта частица была найдена в Брюсселе в одном из русских реликвариев и выкуплена. Сделана копия того гвоздя, который находится в Храме Христа Спасителя. И вот в эту копию вложена частица того гвоздя, которым был распят Христос. И вот все эти три святыни находятся в одном ковчеге. Вот и даст Бог, они прибудут в нашу епархию, если Бог был слабит. правила капричастию можно читать сидя. Если в этом есть необходимость, можно читать сидя, да. Если вы устали, или, например, вы в пути, без всяких проблем, читайте сидя. Лучше сидя молиться, чем вообще не молиться. «Часто подаю записки на просфоры, сложенные о здравии и зоопокой, в такой последовательности одна в одну в мешочке. А как их ложу, так и забираю, наверное, их не прочитывают. Очень редко, когда они в другой последовательности или развернутые прочитанные. Нет, прочитывают. Все в алтаре прочитывают. Сорока уст и поминания на год, и те, которые раньше были вечные поминания, мы сейчас не принимаем на вечные. Дорогие мои, все это прочитывается. Все прочитывается. Если крестили ребенка и крестные отсутствовали при этом, а был другой человек, считать ли его крестным или все-таки тех отсутствовавших? Нет, тот, кто отсутствовал, крестным не является. А можно проводить занятия постоянно при епархии. Здесь уютно, акустика хорошая, за кулисами никого нет. Здесь проблема очень плохая вытяжка. Первый раз, когда мы проводили беседы, людей было побольше. Я чувствовал, что и вы краснеете, и я плохо себя чувствую. Оно на сердце очень влияет. Здесь нет воздуха. Нет воздуха. Вот это в чем проблема. Надо делать вытяжку. Вот сделали смету. Самое дешевое, что могут сделать, это 13 тысяч гривен. Для нас это большая сумма. Пока мы не можем оплатить и сделать нормальную вытяжку. здесь. В следующую среду даст Бог у нас будет встреча, а мы опять здесь встретимся, потому что вряд ли нам откроет еще из-за ситуации в стране. Читала книгу иеромонаха Пантелеймона Козь Небесовский, в которой он пишет, что вытчетку могут проводить все батюшки. Так почему тогда не благословляют на это? Ведь люди поэтому вынуждены искать другие пути, не исключая бабок. Но если бабок не исключают, то значит там уже веры нету. По вере вашей да будет вам. Кто бабок не исключает? А вытчетки, какие нужны вытчетки еще? Все молитвы, которые необходимы. Игнатий Брянчанинов свидетель пишет. Все молитвы, которые необходимы для изгнания бесов, были прочитаны над нами перед таинством крещения. И только может быть в каком-то самом крайнем случае человек нуждается в вытчетке, которая совершается в наиболее известных монастырях по особому благословению архиерейскому. Все остальное это молитва о здравии только может быть. В определенный момент литургии священник обязательно обязан встать на колени. А миряне тоже обязаны встать в этот момент на колени или нет? Если есть возможность, вы никому мешать не будете, то, конечно, нужно встать на колени. Особенно сейчас в Великом посту, на прежде священной литургии. Если священник или архиерей на колени стал, тоже мы на коленях. Если поклон сделал, значит, и мы должны сделать поклон. Объясните, пожалуйста, почему мы в молитвах обращаемся ко Господу на Ты? Ведь принято к уважаемым незнакомым людям, а во многих семьях и к родителям обращение на Вы. Почему это будет царствие Твое, а не Ваше? Спаси Вас, Господи. В английском языке есть слово You. Знаете, оно может быть обращено к пастуху и к Ее Величеству, королеве. You. Это и Ты, и Вы. Наша древнерусская традиция не знала обращения во множественном числе к одному человеку. Она сохранилась до сих пор у русских старобрядцев. Когда какой-нибудь 25-летний священник своему митрополиту 70-летним будет говорить Ты. В нас службе сохранилось. Вот обычно архиерея священники называют на Вы. Но на службу всегда переходят на Ты. Благослови Владыка, помолись о нас Владыка. Не помолитесь, не благословите. Традиция обращаться к одному человеку во множественном числе это традиция, которая возникла в послепетровские времена. Поэтому мы, сохраняя нашу древнерусскую традицию, к Богу обращаемся на Ты. Этим как раз и подчеркиваем единосущие трех лиц божества. Очень важно. Если бы мы перешли на Вы, вот это наше, перенесли бы на Бога, то начали бы делить Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. А так мы говорим Отец, Сын и Святой Дух, Ты. Указываем один Бог, хотя и в трех лицах. Вот в чем причина. Как Филарет мог потерять веру? Непонятно. Ведь он начинался от Троицкой Серговой Лавры, послужил столько лет, ему 85. Мне кажется, что с годами вера должна возрастать и крепнуть, не так ли? Говорят, что он очень умный, значит, заблуждений не должно быть. Что же тогда? Да, он очень умный. И вы считаете, что ум предохраняет от заблуждения? Вы думаете, те, кто распинал Христа Спасителя, дураками были? Это были умнейшие люди. Синедрион, те, кто прекрасно знал Священное Писание. Когда есть знание, но нет истинной веры, апостол Павел говорит, в таком случае знание надмивает. Как он мог потерять веру? Ведь он начинал Троица Сергиевой Лавры. А Иуда с кем начинал? Больше, чем Филарет, со Христом был и погиб. Я думаю, что была все-таки. Но апостол Павел также в одном из своих посланий говорит о том, что некоторые из его бывших духовных чад потерпели кораблекрушение в вере. Вот есть такие слова. То есть вера была, а потом потерпели кораблекрушение в вере. А это знаете, почему бывает? это человек делает какой-то грех очень страшный. Сначала он боится делать его, а потом согрешил. Ну, вроде ничего не произошло, Бог его смертью не наказал, все нормально. Второй раз уже легче грешить. А потом пошло и поехало. И вот эта неправильная жизнь приводит человека к кораблекрушению в вере. Вот это может быть. Вот это может быть. Я думаю, что его гордение поведет. В связи с напряженными и тревожными событиями в стране, думаю, что спасение только в церкви с верующими. Но как-то во время пения «Отче наш» один прихожанин после слов «Избави нас от лукава» добавил и от Януковича. Представляете? А мусульмане молят Бога, чтобы произошло землетрясение в Сочи, чтобы погибли их врачи. Вот вам и верующие. Ну вот как раз свидетельство того, что некоторые потерпели кораблекрушение в вере. Как быть, что делать, если чувства захлестывают от обид, огорчений, разочарования, от предательства тех, с которыми общались много лет, считая их друзьями, хорошими знакомыми. А сегодня их лица перекошены от злости и глаза наполнены ненавистью. Как страшно. Да, это действительно страшно. Я, конечно, молюсь, но мне кажется, что заповедь любив врагов своих невыполнима, особенно тех, которые в Киеве, на Майдане. Да, вопрос очень сложный, очень трудный. И вопрос проблемы, вот эта проблема любви к врагам, особенно к тем людям, о которых ты думал, на которых ты надеялся, которым ты благотворил, и в конце концов они заявляют, что вы для нас ничего хорошего не сделали, я знаю, что это очень и очень больно. очень больно. И эта проблема простить, она всегда будет присутствовать в нашем сердце. Это тот идеал, который Господь от нас требует. Но тем не менее, мы должны настраивать себя вот на это прощение. тяжело, больно, будешь падать еще вот в этом непрощении, по этому пути все прощения будешь идти. Вот простил вроде бы, а прошло-прошло время и вновь оно в сердце, вновь оно находит в сознание, находит в сердце и опять переживаешь из-за этого. В таких случаях молиться надо Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного и избави меня от настоящего обстояния бесовского. Богородица Дева радуйся читать 150 раз таких вот нападках вот такой вот враждебности. Что касается врагов своих любить, свидетель Филарет Московский толковал это место в Священном Писании так «Люби своих личных врагов, поражай врагов Божиих, гнушайся врагов Божиих, поражай врагов Отечества». Вот такое толкование. Своих личных врагов люби. Гнушайся, то есть не общайся с врагами Божиими, поражай врагов Отечества, защищай свои святыни. Кто как может. Если он солдат, значит он должен быть верным своей присяге. если это президент, значит он не улетать должен в другую страну на самолете, собственно, а быть со своим народом. Если это священник, значит он должен молиться и призывать народ к любви, к всепрощению. Вот этим мы поражаем. Можно сказать «прощаю», но это будет неискреннее. Да, может быть неискренне, я с вами согласен. И тем не менее, надо говорить «прощаю». Побуждая себя вот хотя бы к внешнему прощению, пусть сердце кипит, но хотя бы так сказать, а потом сердце свое воспитывать. Это очень тяжело, я знаю, терпеть предательство очень сложно. Его пережить очень тяжело. И это касается всех людей, всех людей касается. Это подвиг, как раз по которому мы должны идти. Вот эту боль, превозмогая, преодолевать себя. Силой Божией преодолевать себя. В таких случаях я вам приводил уже пример, как практикующий врач дает советы больному, так вот из собственного опыта знаю. Очень помогает. Если вы в случае, когда вы чувствуете, что вы простить не можете, а вы знаете, что вы должны простить, как христианин. Но вот здесь оно не прощает. Вот что делать? Стать перед иконами и сказать, Господи, руки воздеть. Я хочу простить, но вот оно не прощает. Уврачуй мое сердце, уврачуй мою страсть, мою ненависть, мою неприязнь. Спаси меня, Господи. Тут же придет облегчение. Если не полное исцеление, а вот от этого недуга, ненависти, то облегчение сразу же пройдет. Болячка эта не быстро исцеляется. Но тем не менее, мы должны знать, что врачевать эту немощь в себе мы должны. Простите, повторите, Владимир. Как? Повторите, Игнатия Брянчанину. Не запомнилась. Что Игнатия Брянчанину повторить? Это не Игнатия Брянчанину, это сверитель Филарет Московский. Люби врагов своих, гнушайся врагами Божиими, поражай врагов Отечества. Еще есть вопросы у вас? Пожалуйста. Я подела на лечение, на молитву. Это просьба молитв. Я дала к нему вот. Ну, как все там, куда-то здесь встречают, по-моему, вот там, где-то встречают. Ну, а там был врач, и жена и с дитем уехала, с опытами было, а тот, как является, да, ему встречат, Новый год, я скажу, ну, я не приеду, ну, я не скажу, хочу ради Нового года, простить. Ну, что он там уехал. Так вот, какое-то понятие. Он говорит, ну, простить я могу, но забыть я не могу. Ну, о чем мы сегодня и говорили. О чем мы сегодня только-только что и говорили. Дорогие мои, предстоящее воскресенье у нас это заговенье на мясо. Это седмица, мы последний раз перед Пасхой вкушаем мясо, хотя в среду и пятницу постные дни, вы знаете. Потом следующая седмица сплошная, без мяса, но все остальное, все остальные продукты можем есть, подкрепляем себя к великому посту, но без фанатизма. Подкрепляйте себя. Наступает пост, дорогие мои, я всегда в пост советую, и сам это делаю, учитывая нынешнюю экологию, и наши немощи, обязательно витаминки. Какие-то витаминки с минералами, прямо с первого дня поста мы должны принимать, для того, чтобы организм наш все-таки имел силы, выносливость. Если раньше при чистой экологии люди принимали все витамины, все нужные из продуктов, то сейчас вы видите, какие у нас продукты, совершенно никакие. Валик, а я хочу, когда ученики вернулись, я помню, из сотка моих послал Господа, и Равулястов, он один исшеляет, но он с нами не ходил, и мы ему запретили.